Примат, от латинского primatus, суть, естество, преимущественное значение. В философском смысле главный тезис, первичное содержание, основа и базис идеи, субъекта или процесса. Десятилетия в информационном пространстве существует такое явление, как NISEPI. Это самоназвание. Независимый институт социально-экономических и политических исследований. Основан в 92-м, но в 2005-м, после решения суда, перешел на виртуальное положение. Регистрация в Прибалтике, но активен именно по Беларуси. Регулярно снабжает интернет, политическое и медийное пространство рейтингами и опросами. На эти цифры охотно ссылаются зарубежные политики, дипломаты, журналисты и политологи, анализируя Беларусь и белорусское общество. При этом социологов NISEPI после миграции на Запад в нашей стране никто не видел. Их материалы появляются будто из воздуха. В 9 случаях из 10 они противоречат всем белорусским и зарубежным исследованиям по одинаковым темам. Мы решили разобраться, как добываются эти цифры. Кто реально представляет NISEPI в Беларуси, и есть ли в природе эта социологическая сеть. Сколько стоит, кем и как оплачиваются исследования. Почему группа скрывается от общества и коллег-социологов? Наконец, можно ли доверять цифрам и аналитике, добытым столь загадочным способом? Мы разберемся сами. И разберем суть. Примат NISEPI в этом расследовании. Наша первая задача. Найти NISEPI в Беларуси. Это же не иголка, а если верить сайту, внушительная сеть из полутора сотен человек. Социологи, аналитики, интервьюеры. Плюс регулярные и всегда разные полторы тысячи человек. К ним приходят в квартиры, звонят по телефону, опрашивают на улицах. Странно, но сходу обнаружить загадочный институт не выходит. Тайное общество. Не иначе. Конспирируется удачнее масонов. Репрезентативное исследование. Это просто 2000-2500 человек. Интересно, что вот за последние 8 лет, когда я являюсь директором института социологии, мы ни один раз не встретились с сотрудниками, работниками этого института. То есть мы всегда в своем институте удивляемся, откуда берут эти социологические данные. Потом они появляются в интернете, потом их обсуждают, делают какие-то выводы. В то же время это совершенно непонятно, что, откуда берутся. И я неоднократно говорил о том, что этим данным верить нельзя. Все это, конечно, обман, конечно, подтасовка. Мы опрашиваем всех известных в стране социологов. Ходим по кафедрам, где могли бы набирать сотрудников. Интересуемся в райисполкомах, сельсоветах и даже милиции. Ладно, город, здесь привыкли к опросам, и на незваных гостей жалуются редко. Но для села или маленького городка визит социолога – это же событие. Его будут обсуждать месяцы спустя. Непременно посудачат у магазина и напишут в районке. Но и здесь мимо. Ни тени, ни сыпи. Ученые с 30-летним стажем либо вспоминают 90-е, либо называют группу фантомом. Утверждая, институт виртуальный, опросов по науке не проводят и живет исключительно в интернет-пространстве. Мало того, вот уже 6 лет ему публично предлагают выйти из тени, пройти аккредитацию, зарегистрировать опросную сеть и работать открыто, конкурируя на равных. Но в ответ – тишина, вакуум. Когда в 2002 году была организована комиссия по вопросам общественного мнения при Национальной академии наук, я предлагал одному из лидеров этого института, профессору Манаеву, стать членом этой комиссии. Он категорически ответил. Есть специальное письмо на английском языке. Он написал, что я живу в Соединенных Штатах Америки, мы никогда не будем проводить социологические исследования. Потом вдруг ни с того ни с сего эти исследования появляются. Мы обращались от имени этой комиссии как раз в эту структуру, но так и не нашли никаких следов, никаких ответов. Может, коллеги завидуют, не желают делить заказы или банально наговаривают на авторитетных конкурентов? Все же люди. Последняя зацепка – регистрация НИС и ПИ в Прибалтике и точный юридический адрес. Едем. Вот эта улица, вот этот дом. Если верить прописке, именно здесь должна располагаться глыба отечественной социологии. Должны сновать маститые ученые, аналитики, журналисты, кипеть работа по обработке тысяч анкет. Но снова мимо. У входа табличка. Все поименно и по-брендово, даже крошечные офисы. А НИС и ПИ нет. Скромность? Или снова прятки? А если прячутся, то от кого? От местной налоговой? Пожарных? Полиции? Может, спонсоров? На этом наше расследование можно было бы сворачивать. Не лазить же нам по чердакам в поисках фантома. Но тут удача. У нас неожиданно появляется информатор. Вы ищете НСЭП? Вот вам помощь. А мне все это надоело. Что это? Кто вы? Давайте поговорим. Я не могу и не хочу. Разбирайтесь сами. Документы от незнакомки, как из романа про шпионов. Увесистая папка. Разбираем. Пачка бланков интервью. Часть заполнена. Выглядит солидно. 12 листов. 60 вопросов. Несколько памяток. Похоже на типовые. Обычные ксерокопии. Какие-то каракули от руки на обрывках. Грязно-небрежно. Удается разобрать. Ане и Лене не писать в отчетах, что восклицательный знак люди узнавали. Подчеркнуто. Или. Могилев нет отказов. Гомельская область. Ноль отказов. Нет и повторов. Брестская. Отказов ноль, но хорошо, что по 4-5 повторных визитов. Консультируемся у профессионалов. Что значат эти иероглифы? Оказывается, сплошная подделка под социологию. Контрафакт. Например, если люди узнают интервьюера, значит, опрашивают одних и тех же. Или в одном месте. Не случайным образом. Это как опрос в бане. Замер температуры в парилке, а не градуса общественных настроений. Полный бред и нарушение всего. Потому что, еще раз, отбор должен быть случайным. Не респонденты должны подходить. Вот, например, в их детполе. Определяется шаг. И интервьюер, который стоит на выходе, собирает информацию, не к нему подходит, а он останавливает. Каждого с учетом этого шага. Там, пятого, седьмого, десятого. Эта группа должна представлять население страны по полу, по возрасту, по образованию, по другим демографическим характеристикам. Раз. И второе. Люди, которые будут участвовать в исследовании, должны быть отобраны по определенным правилам, случайным методам отбора. Загадочные фразы про «нет отказов» и «нет повторов» значит, что пройти опрос согласились в каждой, повторю, в каждой квартире. Вы лично всех незнакомых, кто представляется социологом, пускаете в дом. Вы на каждого готовы потратить час, ответив на 60 вопросов. Блестящий социолог с полувековым стажем Давид Ротман в своей практике такого не встречал. И либо интервьюер «не сыпи» советой и распахивает все двери, либо он вовсе не выходил из своей квартиры и опрашивал себя и близких. Если сам запомнишь, просто сам, то это будет не мнение группы респондентов, а следовательно населения или части населения, это будет твое мнение. Но опять же это проверяется, потому что каждое исследование сопровождается контролем. Причем даже два вида контроля. Внутренний контроль осуществляется в социологической службе и внешний контроль, который осуществляет заказчик. Это называется контроль методом повторного посещения. А чаще всего сейчас это делается телефонными звонками, потому что в маршрутном листе записывается не только адрес, номер квартиры и так далее, но и, возможно, номер телефона. Если фиксируются нарушения, то, к сожалению, интервьюер больше не привлекается к такой работе. Незадача в том, что маршрутный лист, то есть населенный пункт, номера домов, квартир и данные опрашиваемых в НИСЭПИ отсутствуют как явление. Якобы из соображений конспирации. Именно поэтому у сети возникли трения с законом, и она эмигрировала. Но убежали не только от законов государства, но и от законов социологии как науки. Ведь без маршрутного листа проверить, как работает опросная сеть и работает ли вообще, почти невозможно. Но не следить же за каждым сотрудником лично, да еще и за границей. Да еще если полноценной сети в стране нет, а те, кто есть, из своих квартир не выходят. Да еще если цифры устраивают заказчиков. Один из самых авторитетных мировых социологов, профессор старейшего шотландского университета Абердин и глава Всемирной ассоциации исследования ценностей, доктор Кристиан Херпфер, настаивает. Без науки любые исследования или шарлатанство, или манипуляция. Или опрос группы по интересам. Ведь можно просто выйти на вокзал и опросить пару алкоголиков. И вы получите поголовно пьющую страну. Но это не научное исследование. Наука всегда педантична. Нужно проводить выборку домохозяйств. Нужно раскрывать методологию, например, вам, журналистам. Нужно отдавать данные коллегам для проверки, если это добросовестный замер. Комитет социологов или группа ученых могут за один день проверить любое исследование и дать заключение, фальшивое оно или нет. Может, поэтому не с ЭПИ прячутся от коллег-социологов, а первичные данные скрывают? Впрочем, идем дальше. Третья часть документов, переданных нам в Вильнюсе, самая пикантная. Это финансовые отчеты, расписки за вознаграждение и бюджет. У нас не принято заглядывать в чужой карман, но здесь случай особый. Да и на Западе обычно публикуют свои бюджеты для общества и грантодателей. Дорогой Олег Тимофеевич Манаев, реальный хозяин НИСЭПИ, а не прибалтийские держатели бренда, обходятся трем донорам с июля 15 по декабрь 16 в 112 тысяч и 60 долларов. Это только один проект и только три грантодателя. На сайте сказано, что проектов много, как и заказчиков. Плюс семинары, статьи, книги и выступления. Считайте сами. По статьям расходов пятерка руководителей стоит 36 тысяч. Записные председатели, почему-то обидно названные в бюджете персоналом, в 10 раз меньше. Транспорт, связь, интернет и сайт еще около 15 тысяч. Самое дорогое, опросная сеть в Беларуси, 54 тысячи долларов. Львиная доля интервьюером. Есть и расписки с личными автографами. Вот пачка. Фамилии, паспортные данные. Интервьюеры в столбик и с телефонами. Неужели все по-честному? И сеть, и опросы. А подозрения коллег – наговоры. Мы проверили. Знакомьтесь, Сергей Алексеевич. По бумагам – координатор НИСИПИ по Могилевщине. За один опрос получает 200 долларов. Еще 730 в июне раздал своей группе. Спрашиваем, вы социолог? Ответ – нет. А опросы проводите? Наукой занимаетесь? Вы вообще в теме? Где-то в начале 90-х годов, наверное, был буквально один какой-то здесь семинар. Подробности уже не помню. С Минским институтом по социальным исследованиям. Ну, так как это, судя, не мое призвание, то больше с ними контактов и не поддерживалось. А с ними это с кем? С этим институтом. Я уже не помню конкретных лиц, которые приезжали. Ну, не из ЭПИ. Не верим. Вот же расписки. Ваши подписи. Номер паспорта выдан... Вспомните, совсем недавно. 730 долларов. Ну, что по поводу расписок. Подпись явно не моя. Паспорт тоже. Ну, номер в серии абсолютно не мой. Людей этих не знаю. То есть, конечно, это какая-то фикция для двух детей, наверное. Вот, рядом. Здесь явно, что кто-то воспользовался моим именем. Где-то его в каких-то документах имя, фамилия, имя, отчество раздобыл. И воспользовался, чтобы отмывать деньги. Я же не знаю, кто это делал. Если бы узнал, вы, извините, морду набил. Ну, во-первых, кто-то за меня получает деньги. Раз. Во-вторых, с этих денег не уплачены налоги. Это два. И в-третьих, ну, я этим не занимаюсь. Белорусский закон не поощряет самосуд и рукоприкладство. Тут скорее иск о мошенничестве и пища для налоговой. Но понять обманутого по-человечески можно. Разбираемся дальше. Едем в Витебск. Здесь по бумагам главная Ирина Эдуардовна Призба. Редкая фамилия, найти несложно. Подробно беседуем с женщиной. И, о чудо, она действительно работала в НИСЭПИ. Первый реальный свидетель, что институт не виртуальный. Связались они со мной больше, потому что они были заинтересованы в нашем регионе. И они связались со мной. Это был независимый институт социально-экономических и политических следований, НИСЭПИ. Связался со мной координатор. Попросили, прислали анкеты. Мы сделали. Отслали назад. Ну, как бы так несколько раз было. Нашли. Но и еще раз «но». Последний раз Ирина Эдуардовна общалась с НИСЭПИ в далеком 1997 году. Сразу после института. Подрабатывала. С НИСЭПИ 1997 год. Последний раз. Все. Сегодня Ирина Эдуардовна учителей вот уже 19 лет никак не связана с социологией. Откуда же тогда анкеты за 2016-й? Там ведь сотни опрошенных. Откуда расписки, заполученные деньги, наличные и в валюте? Последняя на 825 долларов за март. Откуда личные подписи и паспортные данные? Неужели подлог? Выполнял их один человек. То есть не эти разные лица, которые указаны, а не они. И, вероятно, одним лицом они выполнены. Если сравнивать их между собой. Мы показываем Ирине документы. Во-первых, это подпись не моя. Во-вторых, если так пройтись по фамилиям, у меня не было таких бумаг вообще. И фамилия его, даже если я вам буду вспоминать кого, вот я одну могу вспомнить девушку. И то вряд ли она занималась, потому что она живет в городе, а на районе занималась, скорее всего, ее мать. Паспорт, номер паспорта не мой совершенно. У нас, во-первых, РОВД, а не РОВД. И наличных вообще в зеленых мы никогда не получали. Скажем так, все время в белорусских. И даже были переводы. Если бы вот эти деньги у меня были, я бы уже давно жила, наверное, в большом огромном доме. Досадно, но факт. Неуловимый Нисепи снова от нас ускользнул. Ну, а здесь просто нашли способ кормушки. Я, конечно, была возмущена. Во-первых, это был шок для меня. Ну, как бы, да, скажем так, вообще это мошенничество. Это просто, я так, если проанализировать, то это люди, которые имеют мозги, которые просто научились выбивать деньги и просто делать деньги из ничего. Это простой способ получения гранта. Может, ошибка закралась только на высший уровень опросной сети? Проверяем до конца. Выборочно обзваниваем тех, кто лично собирал данные. Вот их имена, фамилии, телефоны. Вы набрали несуществующий номер. Аппарат абонента не подключен к станции. Здравствуйте. Здравствуйте. А могу я поговорить с Таисией Ереминой? Боюсь, что нет. А почему? Куда вы звоните? По городскому ее телефону. Ее? Да. Вы знаете, это организация... Ответить на все накопившиеся вопросы и мистификации в регионах может лишь один человек – глава региональной сети. Это он представляет группу НИСЭПИ в Беларуси. Он значится в бюджете получателем 54 тысяч долларов. Его автографы на расписках. Мы нашли Евгения Георгиевича в Минске. Впрочем, говорить он согласился, только увидев финансовые документы. О подлогах догадывался. Но одно дело подозревать и совсем другое – знать. Особенно, когда на бумагах твои подписи. И за все недоимки спросят именно с тебя. Где-то в году 2003-2004 мои подписи могли здесь присутствовать. Которые, можно сказать, у меня получили романным путем. Когда-то было рассказано, что какие-то статьи не учитываются, какие-то суммы идут не на те статьи, которые указываются в расчетах. Поэтому для меня это большой новостью не стало. Разница между этими суммами, ну, в смысле, указанными расчетами, у меня тоже не шокирующая. В том плане, что я представлял, что так, в общем-то, что-то вроде этого где-то и происходит. Скажем так, меньше знаешь. Спокойнее спишь, наверное. Настоящему социологу тяжело и неприятно говорить о нынешнем НИСЭПИ. Первая запись в трудовой. Первые исследования еще в институте. Первые интервьюеры – его ученики. Но со временем социология выродилась в бизнес. Где есть спрос, а значит, должно быть и предложение. Работать с дилетантами неприятно. Когда подворовывают – унизительно. Когда подтасовывают данные – еще и противно. Но бизнес есть бизнес. Впрочем, поддавался искушению и сам Евгений. Когда поджимали сроки и финансирование остановилось под вопрос, анкеты штамповались прямо дома, родной и близкими. Мои близкие родственники участвовали в заполнении бланков интервью для того, чтобы ускорить набор определенного количества за трезонное время. То есть фактически на… Хотя мотив – не всегда деньги. Часто еще амбиции и чувство собственной значимости. Что-то заработать, давать возможность. Давать возможность почувствовать себя причастным к общественной жизни. Влияние на какие-то процессы. Кому-то интересно так или иначе увидеть результаты где-то в публикациях. Евгений настаивает – реальных сотрудников не сыпи в Беларуси, а не мертвых душ – всего пару десятков. Сумм из бюджета никогда в руках не держал, крайним быть не желает. Двойная бухгалтерия изначально возникла не от жадности сотрудников, а от скупости заказчиков и горящих сроков. Даже если не ходить по квартирам, анкеты должен кто-то печатать, обрабатывать, тратиться на верстку, телефон и разъезды. Поэтому скупой грантодатель платил дважды за несуществующее интервью. Нет возможности оплачивать командировочные. У одного грантодателя такие формы. У другого грантодателя нет возможности оплачивать телефонные переговоры. У третьего там очень маленькая сумма на печать. Зачастую это реальные процедуры, за которые кто-то что-то платит. Согласовываются с Монавием, потому что он является одним из основных грантов изыскателей. Псевдосоциология. Можно сказать, профанация. То есть члены исследовательских групп не являются подготовленными специалистами области социологии. Они в основном ведут отбор респондентов среди своих близких знакомых. Главный фокус – догадывались ли доноры, что цифры, мягко говоря, не всегда корректны. Ведь публикации НИС-ИПи порой ложились в очень серьезные решения, документы и заявления. На них ссылались эксперты, дипломаты и политики. Это же не просто бизнес и дискредитация социологии. Это межгосударственные отношения, где цена ошибки много выше даже сотен тысяч долларов. Социология дает вам реальную связь с обществом. Если вы не знаете реальной картины, настроения людей, тогда политикам сложно понять, что происходит вообще и какие решения нужно принимать здесь и сейчас. Поэтому социология – это концентрированный канал обратной связи с обществом и четкие ориентиры для политиков, которые предугадывают реакцию общества. Фокус попроще. Мог ли социолог Олег Манаев не замечать подлога на протяжении лет? Вряд ли. Проверки данных учат еще на втором курсе. А глава НИС-ИПи – настоящий профессор. Значит, одно из двух. Либо знал, но покрывал ради репутации заказов. Либо заказывал и подчищал данные сам. И как ученый, и как предприниматель. Все макет-анкет приходят от Манаева. Задача НИС-ИПи – не получение объективной картины общественного мнения в Республике Беларусь, а подгонка результатов под пожелания грантодателя. Самое безобидное в этом представлении – это, как ни странно, деньги. По подсчетам Евгения, реально в год на все опросы, публикации, канцелярию, сайт и зарплаты в Беларуси тратится не более… Остальное, а это 80% присваивается. Но пусть с этим разбираются ревизоры и доноры. Это их репутация и деньги на кону. Евгений настаивает – большая часть средств не то что до него, даже до Беларуси не доходила. Порой крохи от бюджета передавались через одну весьма известную тут, в Беларуси и глобальной паутине медиафигуру. За откаты права первой ночи, точнее первой публикации, цифр и аналитики. Это, конечно, деталь. Нам важно, чтобы общество знало, как работает реальная социология и не позволило собой манипулироваться. Чтобы наши партнеры, выстраивая отношения с Беларусью, видели реальную страну и реальное общественное настроение. Как отличить мартышкин труд от науки? Советы от лучших социологов Беларуси и мира. Служба должна быть обязательно профессиональной. Там должны быть и сотрудники кандидата наук, и сотрудники доктора наук, и люди, имеющие публикации, фамилии должны быть более-менее известны. Вот это вот очень важно. Если же исследование проводится с какой-то другой территории, и вопросы задаются по телефону, то здесь есть проблемы. Проверить невозможно. Интерпретация может быть полученных данных, какую угодно. Чтобы убедиться, что исследование серьезное, научное, профессиональное, нужно контролировать механизм его проведения на всех этапах. Если люди дисциплинированы, это один вариант. Второй вариант – избежать подтасовок, проверять исходные данные. Проверку можно поручить Министерству статистики, или авторитетному университету, или группе профессионалов с репутацией. А для общества еще проще. Если исследований несколько, сопоставить их данные. То, что будет сильно выделяться от средних значений, ошибочно или подделано. Одно более-менее научное и честное исследование Несопи последний раз провел 6 лет назад, под присмотром социологов из Евросоюза. Доноры стали подозревать трюки с бюджетами и цифрами и прислали ревизоров. Претензий у последних оказалось много. Но под обещание исправиться и ради исключительности момента, а это канун президентских 2010-го, на все, что оказалось шарлатанством, просто закрыли глаза. По словам Евгения Ковалева, сегодня грядет новая ревизия. И ее с большой вероятностью сеть Несопи в Беларуси не переживет. Отчеты слабые. Люди в регионах все больше мертвые души. Да и в политике потепление не спастись. Крайним могут назначить именно Евгения. Возможно, еще и отсюда согласие исповедаться. Когда магия трюка развеянная и опускается занавес, грустно и фокусникам, и зрителям. Особенно, если первые репетировали, а вторые покупали билеты и ходили на представления последние 15 лет. В любом случае, это уже не социология и не СПИ. Это басня про мартышку и очки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...